здрасте дорогие зрители вот у нас значит не палатки с этим как он называется со стримами да там что-то аппаратура барахлит а у нас значит вопросы всякие поступают поступали они пишут так вот это не вам это елене борисовне да вот она у нас философ вообще философ она у нее такое образование вот и вот значит они к ней значит эти вопросы ей задавайте да ну вот даже мы не все выловили того что было мы выловили там одну десятую ну видите как одну десятую ну то что я зафиксировал и так начинаю оглашать вопросы элен борисовна будет ну я думаю что не то что я буду отвечать а что мы неком таком диалоге и в диалоге как у платона и как у сократа придем к некой истины совместно потому что так сказать я не готова на себя нести все бремя истины вот чтобы легло на мои нехрупкие плечи как вы относитесь к экспериментальной психологии и патопсихологии нас либо боятся либо подозревают так вот я не знаю в чем бояться или подозревает насколько я понимаю патопсихология это то что у нас появилась в советском союзе как я понимаю такая наша вот узкая специальность которая занималась как раз психологии людей исследованием психологии людей с психическим отклонением то есть это по большому счету часть психиатрии по идее то есть там допустим ядро личности шизофреника и так далее и еще у нас есть так сказать вот это у психология экспериментальная наверное хотелось к нам начать наверное с психологии экспериментальной вообще с экспериментами психологии всегда одна большая проблема во-первых конечно эксперимент он делает как бы науку более правильной, более такой физикалисткой, что мы можем ее, вот у нас есть опыт, наконец-то мы сейчас ее можем повторить. Проблема психологии в том, что многие опыты на самом деле они нельзя повторить, но тот же там опыт с зефирками, которые они проводили, а во-вторых, как этот опыт трактовать. И в-третьих, допустим, опыт поставленный 50 лет назад будет релевантен сейчас, я понимаю, что там есть определенные структуры, например, чем сильнее воздействие, допустим, звук, тем сильнее реакция будет у человека, там есть какие-то такие, но это довольно очевидные вещи, но какие-то очень долгоиграющие выводы из психологии иногда бывает сделать довольно сложно. Тот же тест с зефирками, когда там ребенку клали зефирку и говорили, не трогай, не ешь его, и уходили, потом один ребенок ел, другой ребенок не ел, вот те дети, которые, значит, не ели, эту зефирку на самом деле достигли больших успехов, но это так все там продается у нас в качестве психологии. На самом деле, если мы возьмем Сапольского, который говорил, что на самом деле гены там, и что-то все записано наших генов, что гены на самом деле только определенная вероятность развития событий, потому что очень много имеет воспитания. Например, если мы берем вот у людей, в семье которых были шизофреники, да, и в том числе на близнецах ставили вот как раз эксперименты очень интересные, и что те близнецы, которые были помещены в семью, где была любящая хорошая атмосфера, у них там уровень шизофрении, там вероятность была там что-то 0,1%, а те, кто был такой вот очень агрессивной среде, там на 20% повышалась вероятность шизофрении, то есть вот такая вот нехорошая корреляция. Тут мы происходим вот как бы в такой второй вещи, к экспериментальной психологии проблемы этичности. Вот этично ли на людях ставить психологические эксперименты, потому что даже если мы говорим о таблетках, вот например, когда какое-то новое лекарство от рака исследует, и явно, что оно сейчас скоро пойдет в большую продажу, там все равно есть группы, кому дают плацебо, и вот это люди надеются, что им дают лекарства. Это вот этично как бы людей вот вводить в такое состояние, хотя их об этом предупреждают, а ведь нельзя же предупредить психологию, что знаете, сегодня я на вас буду проверять, насколько у вас там хорошая сила воли, да, то есть вам придется все равно человеку сейчас связан с обманом. И очень часто, например, как в экспериментах Милгрэма, эксперимента Хаша, там где надо было людей бить током было, то там вот какие-то такие вот вещи, потом ну на самом деле там никого током не били, но потом люди начинали о себе задумываться. Вот это вот вопрос, ну там вот еще история эксперимента, где там, значит, их собрали и разделили на надсмотрщиков и заключенных тоже, ну кстати, он сейчас считает, что эксперимент был произведен на самом деле не очень чисто, и сам, кто проводил этот эксперимент подталкивал вот самих вот, ну совершать какие-то неприятные вещи. И вот в этом проблема неких элементов вот этой вот психологии, потому что еще особенно интересно, что на всех ли народах их ставится, потому что есть, например, в медицине исследование, когда оказалось, что многие таблетки и многие препараты и, допустим, расчет дозы обезболивающих производился только на белых мужчинах. А оказалось, что женщина, ну серия, там вот мужчина весит 80 килограмм, а женщина 40, значит, она в два раза меньше, чем мужчине. На самом деле там оказалось не так рассчитывается, что на самом деле чуть больше, чем из ее веса исходит, потому что там вот по-другому как-то гормоны и так далее, и так далее. Поэтому с экспериментальной психологией такая проблема. Но, в принципе, я считаю, что это очень интересная вещь, особенно в педагогике, внедрение некоторых методов, исследования. Но проблема вот, допустим, исследования больных, которые у них явно уже там психиатрический диагноз тоже, как вы их там собираетесь исследовать, какие там тесты провести и так далее. Вот мы приходим здесь, как там патопсихология, всем интересная дисциплина. Но у меня вот как бы, она все-таки патопсихология является частью психиатрии, и у меня вот как бы всегда такой вопрос возникает. Вот во всем мире последние годы происходит гуманизация психиатрии, где, в принципе, иногда там, ну, пациентов или больных не называют там больными, а называют, там, допустим, клиентами или там как бы вот такими людьми. Потому что на самом деле любой психиатрический диагноз, будь то там какие-нибудь панические атаки, он выбирает, кому лечь, да, на плечи. И он может к любому прийти, или там бессонница, или что-то еще. А здесь как бы оказывается, что, ну, как бы вот они подчеркивают эту вот разницу здорового человека и человека больного, что вот якобы там, значит, происходит разложение личности, аутизм тоже вот у нас. И дальше мы переходим здесь нежно и мягко к нашей современной отечественной психиатрии, которая, так сказать, ну, наследница советской. Где вообще, как бы, если ты пациент психиатрический, даже если там у тебя депрессия, то ты фактически бесправный дурачок. Это такое патерналистское отношение к себе. И вот я читала некоторые книги по патопсихологии просто ради интереса. И вот там вот это вот такая патерналистская и, знаете, такая не совсем полноценность их как бы исследовательского материала, она присутствует вот именно в этической компоненте. И поэтому иногда, мне кажется, это вот не совсем здорово. Хотя, если мы будем, так сказать, более какие-то этические рамки возьмем, вот, например, там у людей, шизофрении, там такие-то могут быть особенности, но, опять же, это надо всю вот эту призму взгляда, что это вот больно человек, а это здорово, потому что грань между здоровым и больным человеком, насколько я понимаю, она очень такая узкая. То есть там сложно все это понять. Поэтому, в целом, это заслуживающее исследование, заслуживающее доверие, направление психологии. Но у меня вообще как бы к психологии основной вопрос. Первая этика ваша, в том числе психологическая, во-вторых, то, что это огромное количество шарлатанов, у нас прикрывается психологическими всякими практиками, и люди не хотят этим заниматься. Вот, например, дядячик, я забываю всю его фамилию. Не помню, вот надо погуглить. Короче говоря, там он детям предлагал, это в советское время он все, кто такое создал, предлагал там, простите меня, к половым органам и канусам сначала там лить какой-то хлорэтил, а потом он понял, что лучше током бить. Вообще, это практика, которую используют в БДСМ, да, такая, электрической стимуляции. И вот, например, его дочь, которая таких же идей придерживается, она сейчас возглавляет какой-то там в туберкулезном санатории направление по психологии. Видимо, они до сих пор этим лечат детей. Поэтому, как бы, если к отечественным психиатрам, они там многие молодые там стараются учиться, то как бы к отечественным психологам я бы вообще в жизнь не пошла. Хотя, знаете, как философам нам всегда положено, ради интереса сходите, значит, к психологу, но если сходите к психологу, сломайте ему жизнь, потому что всех их психологических авторах мы отучали в курсе философии. Вот, но это ладно, как бы, вот поэтому такие вопросы, не совсем, наверное, ответ на вопрос, но так или иначе. Ринат спрашивает, расскажите, необходимо ли молодому ученому философия или как учиться писать исследования? Ну, мне кажется, это два очень разных вопроса. Учиться писать исследования, это, наверное, вообще одно. Во-первых, ученому в какой сфере? Если вы занимаетесь любой сферой, связанной с гуманитарными практиками или, например, с биологией и такими вот вещами, которые связаны с воздействием на человека, философия, особенно некоторые прикладные ее аспекты вам необходимы, потому что биоэтика, некие там вот эти вещи, они у вас будут всегда возникать. А во-вторых, если вы занимаетесь все-таки вот именно такой классической наукой, да, и вам там, допустим, интересен некий там такой теоретический подход, то вам, возможно, надо знать классиков каких-нибудь философий, типа там Карнапа, или там, например, Поппера, Куна, Локата, София Раббента, Маха, там Лавинариуса и таких товарищей, которые вот занимались, ну, понимаете, чтобы не совершить ошибок, то что они там впадут в такой радикальный, все, философии нет, метафизику отрицаем, то давайте снова метафизика к нам придем, у нас с вами есть темные там части науки и так далее, и так далее. То есть если вы лингвистикой занимаетесь, вам философия, это значит нужна. Если вы занимаетесь там, кстати, в том числе сложным программированием. Ну, если он инженер или физик. Ну, понимаете, вопрос, вот, мне всегда очень интересно. То есть он не гуманитарий. Ну, вот я понимаю, у меня вот такой вопрос, как бы, а, ну, зачем вам, нужно ли вам уметь знать какой-то иностранный язык, нужно ли вам знать историю, нужно знать географию. Любое знание, оно никогда не бывает лишним, особенно инженеру, потому что философия, она очень широка по своей природе, и в зависимости от того, какая часть философии вам будет интересна, может, вам будет интересна, например, Средневековой схоласты. Или какие-то современные философы, которые занимаются исследованием философии мозга, и они на стыке с робототехникой работают. То есть чтобы их понимать, вам надо их хотя бы почитать. Я не говорю, что вам надо сесть и прочесть всю историю зарубежной философии, и выучить там от Сократа, ну, хотя было бы неплохо, от Сократа до Чалмерса, но некие идеи были бы интересны, чтобы развить свой ум. Это как мускул. Понимаете, в чем проблема технарей? Особенно технарей, которые занимаются какими-то очень конкретными прикладными вещами. У них очень, как сказать, бывает суженный кругозор. Вот это мне не надо, это все теория, я это изучать не буду. А чтобы это неправда, чтобы какие-то практически вещи решить, вам иногда надо знать какой-то лишний теорий. Но истерия, знаешь, когда исследуют какое-нибудь крыло самолета, могут люди бросать какие-нибудь природные фантики, природные листики. Смотрите, какой лучше из них планирует, например. Махать перед камерой не нужно. Да, ну вот такая вот история. Замечательно. Значит, вот теперь вопрос такой. Такой немножко вызывающий вопрос. А по поводу, как писать диссертацию? Как научную работу писать? Есть, ну, есть большое количество книг, как написать научную работу. Ну, вам лучше, наверное, сначала обратиться часть книг посмотреть по вашей специальности, потому что обычно там, как написать научную работу по информатике, как написать по химии. Во-вторых, есть книга Умберто Эко, как написать вам диссертацию или там, или курсовую, как там так называется. И есть всякие книжки по тайм-менеджменту, как, например, вам время распределить, чтобы вам там за полгода сделать научную статью или какие-то такие вещи. Это сейчас в очень большом количестве есть в интернете. Но изначально вам придется поставить себе некие определенные жесткие рамки, распределить время и начать работать. Потому что вот если вы страдаете прокрастинацией, в том числе, как я, то никакой книжки вам не помогут. Ну, когда ты сидишь такой, ну, я не знаю там, как начать. Я не знаю, как вам придется сесть и начать, написать первую фразу. Да, надо написать. И так просят разъяснить, почему князь Владимир, как он пишет, ввел на Руси христианство. Ведь он продал истинно русскую веру. Его купили евреи. Три вопросительных знаки подряд. Ой, такие евреи совершенно ни при чем, да. Потому что евреи, у нас, так сказать, иудаизм был там в соседних наших территориях, который был, наверное, не совсем таким иудейским иудаизмом. А я не понимаю, какую нашу истинную веру он прибыл. Мне просто очень интересно. Нашу истинную веру. Славяна-Ариев. Истинно русскую веру. Коловрат. Я, по-моему, уже, у меня язык, я отбила себе говорить, что все ваше славянское язычество, истинно русское... Ой, слушайте, я такое вообще видео смотрела, очень смешное. Короче, какие-то тетки с красными флагами, они тоже там какие-то все славяна, арии, веды, они пришли в синагогу. И давай там, значит, Равину претензии кидать, то ли в Краснодаре, то ли в Рассуде, то ли в Краснодаре. В общем, давай там, он там с ним пытается беседовать. То есть, типа, вот наша русская вера, старина. Ребята, все, что вам там... Ахиневич этот, Александр или Алексеевна Ахиневич, и прочие там всякие богумилы написали, это как бы фэнтези, это Толкиен такой. Знаете, потому что очень определенное количество источников по славянскому язычеству мы можем найти. И начнем с того, что вас всеми любимый коловрат, свастика ваша любимая, которую вы с нежностью везде лепите себе на все замечательные вещи была придумана, не свастика, конкретно коловрат, была придумана польским художником в 20-е годы, который фантазировал, как могли выглядеть язычники того времени. И все ваши вот эти вот коловраты, которых теперь оказывается целая куча, была выдумана же в начале эпохи интернета. А вторая идея, что самих текстов славянского язычества практически не сохранилось. Мы знаем про Перуна, мы знаем про Дождь Бога. Например, там всякие там купалы и прочие товарищи были уже выдуманы в 90-е годы. Их до этого не было. Еще что очень наложило. Наложило, когда в 19 веке это всякие австровские прочие товарищи, давай выдумывать славянскую мифологию, чтобы у нас было как у греков. И делали это по греческому образцу. И на самом деле и греческую мифологию воспринимают несколько, знаете, так вот иерархиизированно, что знаете, был некий вот Зевс, Громоверш, он был самым главным, а все под ним ходили. На самом деле, не совсем все так. Все зависело от того полиса, где проживали люди. Там где-то больше почитали Афину, где-то больше почитали кого-то. Во-вторых, греки, они были такими очень товарищами синкретичными. Они любили что-нибудь понатащить, особенно в позднее время у египтян, у кого-нибудь еще. А если уже брать древнеегипетскую религию, там вообще не было некого общего, общего язычества для всех, там были очень разные храмы, очень разные жрецы, очень разные боги и так далее, и так далее. Поэтому князь Владимир, он как бы, он вел христианство, но, понимаете, если там он кого-то там, там рассказы какие-то, что он там топил по 10 миллионов русских, он там утопил и сжег огнем, и что он понимает, что весь он реально делал, то у вас бы были бы тут огромные захоронения, куда он их всех делал. Он все в ступку. Значит, 10 миллионов он в ступке, что ли, столок? Там такие рассказы есть, что и прочие всякие веселые истории христианства на Руси существовало прекрасно и до князя Владимира. В Киеве и в многих других местах находят захоронение с крестами и находят храмы и так далее, видимо, христианство было выбрано им, как и, кстати, например, скандинавами, из-за того, что им понравились плюшки, которые они могут получить от Византии. То есть, конечно, я думаю, что Византия на них произвела огромное впечатление, что она такая замечательная, такая красивая, такая удивительная. Вот. И, в общем, все прекрасно закончилось. И, ну, вот, 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 вот вся, вся история. Тут еще не совсем вся история, потому что у нас есть соседи, значит, это финно-угорские народы здешние, то они буквально вот до наших дней исповедовали. Ну, слушайте, давайте так, оно единственное сохранялось и у нас. И практиковались некие языческие практики, но говорить о большом наличии письменных текстов, развитого пантеона и поклонения, как это было там, не знаю. Они об этом не говорят, просто продали, купили евреи, не купили. Вопрос такой. В общем, ребята, евреи здесь ни при чем. Здесь, наверное, надо кому предать претензии? Грекам? Потому что в Византии условным границам все-таки были больше, хоть они типа Римской империи, но они все-таки по национальности больше были греки. Поэтому предъявляйте претензии к грекам, давайте на это самое, в Афины и там, значит... Они сумели заинтересовать их. Ну, да, это политика прозелитизма. То есть, когда вы приходите и продаете свою веру кому-то другому, условно говоря. Хотят узнать наше мнение насчет русского космизма. Вот, Николай Федорович Федоров, Ефремов, видимо, Иван Антонович, на самом деле Иван Антипович, Вернадский, Ноосфера, Ломоносов, он космист тоже, нет? Умов вроде космист. Ну, про Умов я плохо понял, потому что Умов, он же ваш, он ваш, математик, да, вектор Умов. А по поводу русского космизма, ну, это все как бы в... Простите, у меня телефон. Да, я на съемках сейчас. По поводу русских космистов, да, вот в конце 19-начале 20-го века, сейчас еще раз. По поводу русских космистов, вот в конце 19-начале 20-го века у нас появилось такое направление у людей, которые вот рассуждали о том, как вот, ну, то есть условно вот космос их манил, некие философские взгляды их манили, они наложились на идеи там Серебряного века. Появилось понятие ноосфера, которое на самом деле там, там самое интересное, Тиар де Шардена, который говорит, что ноосфера типа выше развития, когда вот человек уже сможет там своими силами там все изменять и куда-то полететь и так далее. Ну, там Федоров чудесный, который говорил о том, что вот когда мы все воскреснем после второго пришествия, то нам надо обязательно заселить другие планеты, чтобы всем этим воскрешенным в теле людям было где жить. Ну, наверное, можно вообще целую лекцию прочитать. Да, ну, Циолковский, другие вещи у него были. И вознаменитые фразы, которые везде пишут на музеях космонавтики, значит, что земля колыбель человечества, но человечество не будет вечно жить колыбель. Ну, мне еще, кстати, кажется, вот эти все космисты, которые были, они вот потом очень красиво легли на большевиков, и в голову какие-то идеи заложили. Я, к сожалению, не могу найти книжку Луначарского, он ее публиковал там про религию, вот было двадцатого года ее переиздание, но все, говорит, самое мягкое там в каком-то в пятом году. Но это ладно. А тут вот самое интересное, что вот эта вот идея стремления в космос, полета, она у них непосредственно была, как бы, соединена с христианской местами такой гностической этикой, да, которая вот у нее, она была заряжена. То есть это вот такие были околохристианские идеи, которые все это распространялись, и все это их очень интересовало. А мне кажется, это вот дало очень ложную надежду. Потому что я вам хочу, если эта вера визацат век прошла, вот сейчас мы куда-то полетим, вот надо это пережить, и мы полетим. И не только это у нас было, и в Америке тоже, вот сейчас мы с вами сядем на ракету, полетим там на Луну, а потом на Марс, это вот сейчас люди продают акции своей компании, идеями, что мы когда-то полетим, но по факторе мы никуда не улетим, мы останемся на Земле. Ну да, очень популярно было в 50-е годы, Рейд Брейдбери, ракетное лето. Никакие полеты нам не грозят, максимум как аттракцион, куда вы собираетесь, надо учиться жить, с чем у вас есть на Земле. Никуда не улетим, новой планеты Земли не будет. Не будет. Вот «Создатель звезд» такое произведение Олафа Степлдона. Я насколько понимаю, если не ошибаюсь, по-моему это был британец, а может американец, ну короче говоря это был такой умеренный левый товарищ, умеренных левых взглядов, и я в принципе больше про него особо ничего не знала. Я почитала про него, оказывается он такой отец-основатель современной фантастики, у него есть интересная теория, как будут жить люди сверхмутанты с обыкновенными людьми. Я так понимаю, что из него, так сказать, у него нахватали идеи все эти современные комиксисты и фантасты потом, но вот я, к сожалению, с его трудом не знакома. Я так понимаю, у него такая история, это человек, который писал, ну некие такие, как бы это сказать, это не совсем фантастические произведения, не совсем романы, это некие, ну как их назвать, эссе, да, о том, как, дескать, вот возникла вселенная, как она развивается, что будет дальше, да, вот как это будет, ну то есть это он заглядывает вперед на миллиарды лет, вот он на эту тему фантазирует. Это, ну как ты фантастикой не назовешь литературой? Ну футурология. О, футурологические такие прогнозы, причем не на там, там не на сто лет, а там на десятки миллиардов лет. Ну, видимо, это такой очень важный человек, который, к сожалению, выпал из моего культурного поля, я постараюсь, так сказать, наверстать, потому что наше отечественное культурное поле отличается, там, допустим, от культурного поля зарубежного, и там, откуда ноги растут, надо видеть, вот, спасибо зрителям за такой хороший вопрос. Философские зомби, такой термин, я не очень понимаю, что это такое, кстати, сам. Ну, в общем, такая, типа, сейчас же идея идет, что всю философию нам надо свести к некому физикализму, да, у нас же основная проблема сейчас, ну понимаете, в философии как бы просто мода меняется на какие-то проблемы, ну, на самом деле, на то, что, видимо, дают гранты, сейчас философия сознания, пошло все это еще где-то там 60-х годов, когда первые компьютеры пытались создавать вот эти вот, как сказать, искусственный интеллект, и вот философы пытались к ним примкнуть, но ничего у них не выходило, потом в 90-е годы вроде как компьютер, компьютерщики наконец, значит, выскочили, в них там, ну, процессоры уменьшились, и так далее, и так далее, и к ним философы сразу кинулись с вопросами, а что же такое сознание? То есть вопрос искусственного интеллекта у нас непосредственно соединяется с вопросом, что же такое сознание, и на это у нас огромное количество философов паразитируют. как раз компьютерщик мы отправились. А, да, они с ними знают, но они, ну, компьютерщики знают. Ну, компьютерщики, нет, компьютерщики им дают деньги, чтобы философы думают, что такое сознание, ну, понимаете, вся эта идея. И вот у нас все это, ну, как бы, я понимаю, что сейчас на меня накинется огромное количество, у нас на факультете есть... Это вот олигарх, который дает, так сказать, деньги на исследование сознания, очень умный, интеллектуальный молодой человек. Он не олигарх, но богатый человек, скажем так, и очень приятный и умный. Но вот здесь такая проблема, что многие современные исследователи сознания, условно говоря, как бы все сводят к ульгарному физикализму. Типа вот мозг, вот типа вот, значит, вот как вот там идут какие-то электрические связи, и вот это на самом деле не вы думаете, это думает ваш мозг, и он до того времени, как вы только осознаете, уже за вас все решил. Типа у вас нет свободы воли и так далее, там есть Чалмерс, Денет, значит, там Крипке и так далее. И вот лосоцкий зомби, он как раз, понимаете, в чем история. Вот представьте, перед вами сидит человек, который реагирует на все ваши тычки, смеется вашим шуткам. На самом деле, когда вот вы его тыркаете вот так ногой, да, ему не больно, он просто имитирует боль. Он на самом деле думает, что ему больно, а ему на самом деле не больно. Как мы можем понять, что перед нами не философские зомби? Никак. Мы можем только поверить, что другой человек, сидящий напротив нас, обладает тем же самым опытом, ну таким же, что обладаем и мы. То есть это мне напоминает очень попытку отличить, вот беседа с машиной, да? Да, 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 да. И по факту мы фактически свой интроспективный опыт распространяем на другого человека. Я, ну это мое личное мнение, потому что я не принадлежу к этой узкому кругу философа сознания. Но вообще я рекомендую, у нас есть Антон Кузнецов, который занимается искусственным интеллектом, то есть сознанием. У него есть публичные лекции. Я рекомендую вам Ангелину Дмитриеву, тоже вот мою коллегу. Наверное, может пригласишь, может Антона, может Ангелина, вы поговорите. Есть вообще очень много интересных ребят, которые эта тема, конечно, должна развиваться, потому что у нас рядом со знанием идет очень вторая очень важная тема, тема этики и компьютеров. Потому что сейчас, в принципе, вот я сегодня, я наблюдаю последние несколько недель, дети ходят с телефонами или с часами, и они разговаривают с Алисой, или там как будто с Сирией, как будто это живой человек, она им отвечает. Я стояла в магазине, девочка вот трогала вот эти телефоны, нашла эту Алису и жала, что она очень переживает, что не будет 1 сентября, что не будет новая школа, ну и там, наверное, второй класс, но вот она надеется, что все будет хорошо. И Алиса ей говорила, что да, все будет хорошо, тра-та-та-та-та-та-та-та. То есть какие-то такие вещи она отвечала, видимо, по кодовым словам. И вот меня это очень как бы заставило задуматься, вот куда мы, ну не то, что о, куда мы катимся, а вот куда мы идем и насколько сильно у нас должны быть некие этические нормы в компьютеры заложены. И как их закладывать? Понятно. И вот вторую проблему, можно я скажу еще непосредственно, что наше сознание, оно связано все-таки с нашей биологией очень сильно, и поэтому типа идея, что перезапишите меня в компьютере, я там буду жить, понимаете, мы 80% нашим телом познаем, и это будет и вы. Я очень представляю, что это такое запишите в компьютере. Возможно, вы будете просить после этого, чтобы вас оттуда удалили с криками, потому что вам будет очень страшно, но даже если будет ваша копия, ваша копия точно будет проситься, чтобы удалили. Не понятно, что такое наша копия. Я вообще как бы из всех этих вот биохакеров, которые там типа есть, знаешь, есть, которые верят, что можно людей скрестить животными, есть криозаморозки, а есть, значит, остановить старение, я вообще из тех, кто за кибергизацию, что типа пришей себе железные ноги, пришей себе железные руки и беги вперед, значит, к свободе. К прогрессу. Да. Пока бляшки в мозгу все не придет. Ну, сейчас, видимо, уже идут и наработки, что вероятно, говорят, но, кстати, у меня, как у женщины, более вероятность получить альсгеймер, чем у мужчины в четыре раза, но вообще у женщин в четыре раза все аутоиммунные заболевания встречаются чаще, но мужчины переносят их хуже, но зато сейчас уже вроде какие-то штуки, которые будут бляшки скоро растворять, так что подождем. Да, это хорошо. Про кавку спрашиваешь, просто кавка такой вот. Грифневая? Нет, кавка, которая писательная. Он же, по-моему, в Алжире где-то, насколько я помню, у нас родился. Из таких был очень… Что матает он там? Да, очень из таких был бедной семьи. Чуть ли там мать у него была глухая. Я так смутно помню. Но главное, что он играл в футбол, хотел быть вообще футболистом, а на него возьми и нападе туберкулез. И вот он там потом начал писать, ездил во Францию, тоже там в каком-то театре принимал участие, насколько я помню. И вот написал большое количество книг. У нас вообще есть такая тема, что сейчас к эгоссенциалистам, к Сартру, к Камю относятся плохо. То есть типа это не философия и так далее, и так далее. Но вообще текст у него очень интересный. Особо мне нравится вот эта идея мифа Сизифи. Особенно такой, мне кажется… Ах, это Камю. Стоп. Он про Кавку был или про Камю вопрос? Про Кавку. А, про Кавку. Все. Мы говорили про Камю. Я тоже так люблю. Про Камю. Ну, короче говоря, вот эта вот идея, которая была значит у Камю, что вот это вот человек, вот это вот пунтующий, что смирись, что вот с абсурдностью бытия, и ничего не изменится. Но изменится твои отношения. Очень легло в современную психологию. Проблема Кавки. Значит, Кавка, он из Праги, тоже он называл Прагу моя колючая матушка, как всегда какие-то семейные проблемы. Работал он, значит, страховым агентом, и очень, кстати, до сих пор в музее Кавки лежат вот эти как бы тексты его, которые он не просто полисово писал, он занимался, условно говоря, расследованием всяких страховых дел и создавал инструкции безопасности на производстве. Причем с картинками довольно подробные. Сам Кавка довольно неплохо рисовал. У него такие были графические наброски, и из этих набросков сделан, например, мультфильм. Вот. Ну, кстати, почти до самой своей смерти от туберкулеза, по-моему, рта или, в общем, какая-то была очень такая тяжелая форма, он работал этим страховым агентом. Причем он два раза просился на пенсию, но его так и не отпустили. Не помню, сколько раз он был женат. У него какие-то были отношения с женщиной там очень странные, то с одной, то с другой. В основном писал он на немецком, это не на чешском. Вот. Ну, тоже заложил такую некую абсурдность. Вот он был на самом деле из вот этой вот школы чешских евреев. И там был чешско-еврейский театр. И они все такие подобные истории там ставили, а потом он все-таки решил, ну, они все стеснялись своего еврейства, и он решил все-таки писать на немецком, потому что больше людей прочтет и так далее, и так далее. И вот уже там вот эти все тексты, там Америка, и прочее, прочее. Ну, такая, знаете, абсурдность бытия, игра вот такая вот с читателем некая, потом который будет и на бокс, наверное, копировать и так далее. Ну, как бы, вот, 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 что можно про Кавку. И вопрос про Кавку, он, что вы хотите про него узнать? Ну, тут все. А про Камю что-то я не знаю, почему я решила поговорить про Камю, наверное. Ну, хорошо, про Альбера Камю будем поговорить. После лекции сегодня, после шести пар я решила поговорить и про Камю опять. Да, про Камю. Да, ну, бывает. Тут вот говорят, чем песни пытаться изображать, расскажите сами или пригласите Елену Борисовну рассказать нам о смысле жизни человека и смысле прозябания вообще форм жизни на одинокой земле во Вселенной. И не отбояривайтесь отсылкой к Богу Создателю. Без вас не было бы Елены Борисовны. Какой же смысл вы подразумевали? Ну, то есть, чтобы меня как Богом создать. Нет. О, как! Не забейте в молодежной стране. Песни нельзя теперь. Ну, такой вопрос, знаете, вот он начинает людей мучить. Ну, таких умных мальчиков он начинает мучить в период пубертата. Он у них такой еще не совсем начался, но вот он начинает их мучить уже. Да, такой вопрос. Потом обычно вот лет в двадцать и потом там уже после тридцати пяти. Ну, тут, наверное, такой юный тебе писал вопрос. Ну, по-моему, в самом вопросе автор дает ответ. Прозябание на одинокой планете и так далее, и так далее. Не отбояривайтесь и так далее, и так далее. Понимаете, вы как бы надеетесь, видимо, что у вашего существования есть какой-то смысл. Что вы не просто муравей на теле эволюции. Не просто не муравей, а человеческая история – это вообще миг в истории развития Земли. Но чем мы отличаемся от всех динозавров? У нас есть самосознание, мы можем, есть рефлексия, и поэтому, видимо, вот в сознании нашем возникают такие очень интересные вопросы. Вот, видимо, понять, в чем смысл жизни, если вызовите такие вопросы, видимо, вы его потеряли. И, к сожалению, помочь вам его отыскать, может, разные вещи. Может, психиатрия, таблетки, может быть, психология. Вы будете ходить к человеку, к специально обученному, который будет задать вам вопросы, и вы будете к поиску себя отправляться. За деньги. Ну, почему? Есть и бесплатные, кстати, по-моему, официально государством что-то около 10 сеансов бесплатных предоставляется. Также есть бесплатные студенческие консультации, где люди, учащиеся на психологов или только заканчивающие, нарабатывают практику. А вы можете пойти помогать в хоспис, вы можете пойти по пути другого сопротивления, ничего не помогать. У меня студенты были, они закончили психологический факультет МГУ, а они второй высший получали экономистов учились. И вот они, значит, при всем при этом создавали какие-то конституционные пункты, и это считалось очень прибыльным, доходным делом. Ну, в зависимости от того все равно же, как бы, ну, поиск себя, то есть это ваш путь, который вы должны пройти индивидуально. Потому что вот у вас есть определенная биология, мы не будем, мы сейчас, видите, вы не хотите там касаться про Бога Отца, про некие гистенциальные вещи, я поэтому вас не трогаю, вы сами задали нарратив, так сказать, моего ответа вам. То есть вы должны себя вот в своей биологической моменте осознать и начать что-то делать, или ничего не делать. Ну, я думаю, что тут вот можно, ну, такой момент тоже вот как-то отметить, что ли, грань. Вот я не знаю, что имеется в смысле жизни, а, значит, вот чем отличается жизнь человека от жизни динозавра, то, что люди, ну, в лучших своих проявлениях, они познают окружающий мир, потому что они его вот, не просто они ассимилируют и диссимилируют всякие вещества, они еще вот усваивают и, соответственно, вот выдают в виде системы вот представление об окружающем мире, да, вот такое вот. По-моему, это от Аристотеля у меня вот это сведение. Кстати, следующий вопрос про Аристотеля. Как насчет Аристотеля, двух его учеников, Александра и Калисфена? Александра-то я знаю, а Калисфена? Я тоже что-то не помню про Калисфена, я могу про Александра и Магедонского рассказать. Что ему не нравится, насколько они были хорошим учениками, мы не знаем. Типа о связи между наукой и жизнью. О связи между наукой и жизнью. Надо сказать немножко об Аристотеле. Аристотель у нас сами исторически считается учеником Платона, да, ну, как бы Платон создал свою замечательную вот эту школу, и вот к нему приехал, значит, чудесный Аристотель. Вообще, Аристотель с Платоном очень сильно ругались по воспоминанию современников, и Аристотель был не совсем как бы афинян, да, он не совсем был полноценным человеком. Он приехал, значит, там откуда-то с границы, это как раз где место, где со Македонией граничили какие-то там их острова, и он приехал, у него на каждом пальце было по золотому кольцу, и он очень интересовался своей прической, что для Аристотеля, что для афинян того времени. Первая проблема, которая у нас есть, это сохранность текстов Аристотеля. Потому что тексты Аристотеля, они дошли, во-первых, это вот эти вот огромные, очень тяжело читаемые книги, это не то, что Аристотель писал, это как бы заметки его лекций. Во-вторых, то, что у него называется метафизикой, это было уже потом разбито во втором, кажется, веке, сейчас могу вам набрать, нашей эры, когда там у них пошла мода, деление всё на метафизику, этику, эстетику, это вот разделение. То, что на самом деле называется у Аристотеля метафизикой, как я считал физикой, и наоборот, у него там очень была сложная система. И вторая такая проблема, то, чему Аристотель учил Александра Македонского, есть письмо сохранилось, по-моему, от Александра Македонского, где он говорит, что он в походе три года там находится, я слышал, что ты стал учить других, тому же чему-то учил меня. И с этим отвечает, нет, не бойся, то, что ты учил, это исключительно вот такое наше внутреннее знание. То есть, видимо, знание Аристотеля делилось на знание эзотерическое и экзотерическое. То есть, экзотерическое доступное для всех, эзотерическое доступное только для определённого круга людей. Я здесь не указываю, что это должна быть какая-то резание чёрного козла в пятницу 13-го на перекрёстке трёх дорог. То есть, это вот не эта история, а то, что… И вот эта проблема текстов Аристотеля, почему они так сухи, они так тяжело читаются, в том, что то, что корпус текстов по метафизике – это отрывки из обрывков собранные, и потом ещё арабами данные. То есть, Аристотель, к сожалению, нуждается, во-первых, в пересмотре его текстов исследований. А вторая проблема у нас – Аристотель плохо на русский язык переведён. Вот на украинский язык, кажется, Аристотель переведён дважды, если не трижды. А у нас одно академическое здание Аристотеля, и очень плохо переведены, например, его основные труды, которые касаются политики. И вот считается как раз, что типа, я помню, кто-то говорил с политологом, что когда у нас переведут нормальный политолог, ну, части политику Аристотеля, условно говоря, тогда расист живёт. Потому что то, что именно на текстах Аристотеля, видимо, основывается вот это европейское правосознание. А когда его перевели? Его один раз, наверное, это было в 19 веке. Ну, у нас есть какое-то академическое здание. Да, но у нас с переводами очень всё… У нас что-то опять его переводили недавно, заново, и опять перевели плохо. Понимаете, что значит хороший перевод? Это не только перевод, где вы перевели правильный текст, где вы к каждому сомнительному моменту, к каждому моменту с двойной идеей, вы даёте ссылку, у вас подробный исторический разбор и так далее. У нас такого издания, к сожалению, одно, и оно не очень хорошее. А сейчас, по-моему, кого-то они тоже перевели свежее. То ли политику, может, тоже свежее какое-то было издание, и оно было переведено плохо. Опять же снова. Наверное, у нас нет таких знатоков древнегреческой школы? Нет, ну, скажем так, во-первых, такие древнегреческие у нас есть, так или иначе. Что они как в родном? Они хорошо есть. Другое дело, что вот у нас, так сказать, потихонечку может отмирает какая-то историческая школа, я не знаю, то есть вот эта историческая филология, я не знаю, куда это направить. То есть, по крайнейшему, человек, который должен переводить Аристотеля, он должен иметь, не просто уметь переводить А и А, он должен иметь очень широкий кругозор. То есть, понимаете, вот, например, я слушала Елену Костюкевичу, она переводила Эмберто Эк, она к нему приходила, а у нее уже очень много отсылок, она приходила, вот, давай, вот, по предложениям, это, 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 что ты имел в виду? Это отсылка вот к тому-то, а к тому-то, вот все хорошо. А она была комментатором, что ли? Она была его переводчиком. А кто к кому спросил? Она приходила к Эмберто Эк, говорит, что ты здесь имел в виду, вот, потому что я тебя, понимаете, то есть, когда ты не понимаешь, что… Тот был вместе с автором. То есть, ты должен быть погружен в контекст Аристотеля. То есть, понимаешь, что если эта идея, что там какое-то слово встречается у Аристотеля, он его понимал так, и во всей Древней Греции это слово понималось как так, не так, как сейчас понимается. Ну, короче, я без машины времени… Почему без машины времени? Я понимаю, что такая идея, что типа «ах-ах-ах», вполне прекрасно существует себе, значит, греческая и латинская филология, историческая и прочие вещи, и на английский, и немецкий, и остальные языки у нас все прекрасно переведено. Я не знаю, что дуриком с английского перевести. Ну, это… Нет, так не надо. Нет, нет, нет. Они что-то комментарии дали какие-то понятные… Комментарии, я понимаю, не надо этого делать, потому что переводить надо с оригинала. А комментарии-то, может быть, оттуда взять? Ну, вот никто не берется, потому что, понимаете, сейчас же у нас как книжные все это идеи, да, вот сейчас издали, например, Шекспира нового или там что-то еще, они там это купят, будут исследовать. У нас какие книжки покупаются, как разбогатеть, как стать, значит, стервой, как стать козлом, и вот эти все книжки по научпопу, типа там, ваш мозг, там, не ешьте хлеб, грызите там гранит науки, нюхайте мел и прочие вещи. Есть же книги популярные там про вселенную, физику… Это вредные книги, потому что человек читает эту книгу, и у него есть уверенность, что он в этой теме разбирается. Я просто могу сказать по себе, я начала читать все эти книжки, фон «Династия» выпускает, слушать лекции, и, знаете, я прочитала там штук сто, и у меня такая уверенность в себе возникла, что я такая умная, я прям, блин, эксперт, я так во всем все хорошо разбираюсь, ну, как бы, ну, куда я лезу, как бы, со свиным рылом в кара… Ну, какая там теория струн? Погоди, я еще вот 50 книг прочитаю вот этих вот, и пойду читать лекции по теории струн, я уже их поняла. Ну, лекции-то можно читать. Ну, ты понимаешь, это приводит к тому, что люди не интересуются потом вот к Аристотелям, а читают книжки популярные… Понимаешь, вот вся современная физика находится на математике, а математику людей заканчиваются восьмым классом, квадратными уравнениями. Ну, вот все-таки вот такой вопрос, вот если все-таки насчет проблем перевода, я, может, правильно понял, что в Европе читали Аристотеля на латинском языке, все средневековые школы. А на латинский они перевели с арабского, а на арабский с греческого, чуть не с латинского. Там очень сложная школа. А сам оригинал-то греческий есть? Есть, сохранился, он как раз у арабов там был. Короче, там, значит, его и переводили. И проблема в том, что у нас Аристотель исторически не читали. Его читали, у нас больше интересовались Платоном. Немножко его читали, кажется, в Киево-Могиллянской Академии чуть-чуть, и, по большому счету, им не интересовались. Он какой-то был слишком, видимо, слишком католический, потому что он уже был потом инкорпорирован в учение католической церкви. Ну да, да. И вот эта вот проблема, она наложилась на отечественную философию, потому что Платона-то мы все любим, хотя не понимаем, конечно, но он писал легко. А Аристотель мы, к сожалению, не понимаем, потому что он очень слухонько пью. Ну, это конспекты лекций. Что вы хотите, ребята, чтобы вам было там весело? Ясно. Ну, сейчас вот тебе расскажут те, кто банк в Новочеркасске взял. Значит, Борис Сергеевич, логика на философском факультете очень простая и преподается очень доступно. Чтобы ознакомиться с программой, можно посмотреть учебник Бочарова-Маркина для ГУМ факультетов. У меня, кстати, Маркин преподавал. Да, да. Я помню. А потом у меня последние два семестра у меня семинары вел Ивлев. Преподавал Маркин. Да, Ивлев, да. Крутая девочка. Проблема в том, что в философском, я не знаю, я училась очень давно. Еще в то время, когда в МГУ поступали мне по ЕГЭ. И ЕГЭ находилась только в зайчатках, так сказать, зла. И учились мы не по учебнику, а учились мы, у нас были лекции и были семинары. У нас была лекция, которую я читал Маркин. Единственная лекция, на которой у меня была опаздыватель, была лекция Маркина. Но все остальное можно было поздать и забить. Ладно, есть какие-то учебники, есть какие-то тексты. И вот надо было прийти и понять. А потом прийти и решать задачи. И у нас логика не строилась по этому учебнику замечательному. Я даже глаза его никогда не видала. Я увидела у него все эти учебники. У нас были теоремы, у нас всякие были эти логики, у нас были всякие языковые системы. И более того, я ходила в хор и пела в хор с математиками. И когда они видели наши все эти логики, говорят, у нас логика проще, чем ваша. Говорят, что у вас какие-то языковые системы, теоремы. У вас было, так сказать, все этих языковых теорем. У меня было, я помню, как я сейчас доказывала, 10 листов А4. Таким убористым почерком. Это вам не таблички истинности. Это вам не вот эта вот вся чудесная логика предиката первого порядка и второго порядка. И все это чудесно. То есть есть две школы. Есть школы логики типа Московской и Питерской. Они все другого ненавидят. Нас, короче говоря, кафедра логики кушала нам мозг ложечкой два года. И отчисляли нас основном в массе своей по логике. То есть четыре семестра. Четыре семестра, да. Вот. Кто остался, тот продолжает. Поэтому типа, ой, если так легко. Ребята, ну вот сейчас, проблема в том, что у нас теперь деление на магистров и бакалавров. Может быть сейчас все совсем ушло. Но у нас логика это был такой вот кровавый ужас и ад. Потому что ты вот на что угодно был согласен. Только бы вот логику. То есть опознать на логику было нельзя. То есть не пришел на одну лекцию. Все. Ты вне контекста. Ты не понимаешь. Ты ловил самого умного по логике и просил, что он тебе объяснял. А это занимало там не полтора часа, а три часа. Не потому что мы такие тупые. Просто у нас была и математика, у нас была физиология высшей нервной деятельности, у нас была генетика. У нас нормальная тетенька по генетике читала. Приносила дрозофил в этих баночках живых, показывала всякие мутации. Мы задачки по генетике решали. Все это было нормально. Там антропология была, всякие там про кости, про людей. А вот эта вот вся история с логикой, это у нас был такой вот эксперимент над живыми людьми. Ну вот, собственно говоря, больше ничего не нашел. Хотя, конечно, больше всех этих вопросов по ходу дела возникало. Ну я не думаю, что я там на все отвечала, я не на все отвечала. Не на все, а чего-то. И просто всегда мне в вопросах интересна конкретика, как-то какая-то вот, что вы хотите конкретно узнать, на что вы намекаете. То, что вопрос там Гегель, это не вопрос, вот что вы хотите там узнать. Хотите про Гегеля не люблю, это самый такой болезненный вопрос. Ну там скандал всегда вокруг него. У нас тут две записи по полтора часа, люди высказывают обиды в сторону тех, кто обидно сказал про Гегель. А что он сказал про Гегель? А я не знаю, что там про Гегель. Что он больше за Фрейником? Не знаю, что про Гегель. Не, а кстати, с Гегель была прикольная тема. Шопенгауэр ненавидел Гегеля. И, короче, Гегель, он был, плохо говорил, он был шепелявый. И очень сложно читал лекции. И Шопенгауэр, когда приехал на факультет, он лекции поставил свое одновремя с лекциями Гегеля. Он хорошо говорил и надеялся, что к нему будет толпа народа. Шопенгауэр был мерзкий чувак, он там женщину сбросил с лестницы, потом ей платил до конца жизни пенсию, и потом написал, ах ты сдохла, старая тварь, наконец-то. Ну и так далее. Ну, короче, все ходили на Гегель, на Шопенгауэр не ходил никто. А потом, кажется, он умер от холеры. Но у него такие странные отношения с сестрой, которая потом там с ума сошла, когда он там женился. Да, да, да. Первый ребенок у него умер, по-моему, дочка. Потому что его жена была молодая, не знала, как там за ребенком ухаживать. По-моему, двое сыновей потом выжили. Ну и такие сплетни-бредни. Я не знаю, что Гегель был шизофреником, но Гегель однозначно повлиял на всю философию. То есть, понимаете, в чем прикол? Кант гений, но Кант не породил от себя такое большое количество учеников, и последователей, и размышлений. То есть, он стоит такой, как звездочка такая, золотая голодь, и Мануэл Кант. Ну, понимаете, что там, конечно, он вошел в дискурс, и так далее. А в Гегеле то, что все начали про Гегеля думать. И Гегель очень сложный за чтение. То есть, когда Гегель, мы проходим в четвертом курсе, и Кант так вот сдал логику, такой мушфон, наконец-то. Ну, если Ландау и Левшис – это наши в физике, то и Гегель наш философ. Ну, вот очень тяжелые, то есть, это очень тяжелые тексты, очень, как бы, очень тяжело до них доходить. Надо знать этот исторический контекст. А потом уже все это начинаются, там, у Маркса и так далее. То есть, у Маркса основная проблема, что это все комментарии на Гегеля. Ты сидишь и трясешься, потому что, не дай бог тебе билет попадется, что-нибудь там про это, и ты думаешь, я поплыву. А что сказал Маркс? А там сидит такой товарищ, который вот на этого Гегеля всю жизнь положил, и он сидит на тебя так смотрит, так нежно-нежно. Он очень добрый был. Девочка такой нежно-нежно, так на тебя смотрит, такой нежненько-нежно. Двойки стояла. Он, кстати, нет, нам повезло. Кстати, нам Васильев читал Канта и, насколько я помню, по-моему, Гегеля. Вел у нас тоже два было хороших семинариста, нам повезло. Очень у таких как раз специалистов в этой тематике, поэтому я никаких проблем, ну, именно с тем, с преподавателями не испытывала по этой теме. Ну, конечно, самый классный был Михаил Анатольевич Гарнцев, который вел у нас в Древний Египет. Мне сейчас и спрашивают, Михаил Анатольевич, вот то-то и то-то, как переводится ХПР. И вот как, значит, отличить выпускника философского факультета МГУ от выпускника других факультетов? Он знает, что такое ХПР тебе. А что же такое ХПР тебе? Ну, вот пусть это останется. Это тайна, да. Это только для выпускников. Это только для... Понятно. Да. Ну, что, мы отсветили тема? Ну, я не знаю, будет это у тебя постоянно, я думаю, что нет. Я думаю, сейчас понабегут комментаторы такие, ой, она перепутала кавку с этим... с Камю после шести пар. Да. И та-та-та-та-та-та-та-та. Вот. И та-та-та-та-та-та-та. И вообще все было совсем не так. Да. Ну, конечно, все в жизни было как-то все. Вот. Ну... Любой рассказ о жизни, это рассказ о жизни, а не сама жизнь. Ну, короче, если вам интересны вопросы про философию и наши с ними беседы на эту тему с Борисом Сергеевичем, то давайте как-то беседовать. Давай. Ну, я тут маленький собеседник. Ну, нет, тебе надо... Спец по подаче реплик. Ну, нет, тебе надо просто больше участвовать на самом деле. Там вот в переводе мы поговорили, с тобой было интересно. Почему нет? О переводе? Да. И просыпаться иногда. Просыпаться-то-то можно, но вот... Это неинтересно, да? Да нет, это неинтересно. Все мы спим, и во сне, как эта бабочка видит Будду, и Будда видит бабочку. Кто из них кого видит во сне? О, интересно. Ну, что, граждане и товарищи, спасибо вам за внимание. Вот тут не забывайте нас поддерживать в связи с атакой наших любимых зрителей, которые, значит, там, попытались там что-то проникнуть святая святых. К моим финансовым авуарам. Так нет, там, во-первых, что ты к финансовым авуарам раз, во-вторых, компьютер сегодня сдох окончательно два, то есть он не тянул даже YouTube видео в двух вкладках открыть, это два. Третье, что, видимо, у тебя какой-то был то ли дидос на канале, то ли что, что он тебя не давал транслировать, это три. То есть, в общем, надо что-то делать, видимо, какой-то новый компьютер тебе придется покупать. Нет, ну, когда я просто сделал вот это самое, вот, делал, ну, для закрытого круга, вот, в эфир выходил, то он работал, был. Вот, видимо, действительно какая-то атака, может, была, правда? Ну, тебе надо просто нормально, потому что там компьютер у тебя со всеми, я посмотрел, он совсем не тянет. Ну, значит, пока временно не будем этого делать, будем, значит, временно вот общаться через такого рода вот заявления для печати. Сегодня пришел нам камера, как это, GoPro. Да, GoPro, мы будем ее изучать. Будем ее изучать. Подписчик твой, вот надо его благодарить. Да, спасибо ему большое, подписчику нашему, ну, наверное, для него надо снять на его камеру что-то такое. Когда мы научимся. Ну, да, там надо почитать. Ну, спасибо публике, деньги не забывайте присылать, там номер счеток активный. И главное, пишите, оставляйте комментарии, лайки, репосты, где-нибудь. Темы, темы давайте. Темы давайте, да. Темы. Подписывайтесь, рекомендуйтесь своим друзьям, в своих телеграм-каналах, инстаграмах, в сторис, делитесь, на Борисе Сергеевич ссылки давайте. Удачи, всех вам благ. До свидания. Удачи. Удачи, все-таки. Удачи, все-таки не люб удачи, трофисы. Продолжение следует...